Всем привет! Сегодня я хочу рассказать немножко о товарах, которые были на предыдущей распаковке. В первую очередь это вот это зеленое полотно, он же хромакей, грин скрин и возможно еще есть какие-то названия. Я установил его не на стойке, а просто поставил, сделал под потолочное крепление и в принципе, ну, меня практически этот момент устраивает. Единственное, что вот есть по полотну небольшие замятия и чтобы их избежать, все-таки нужны для этого стойки и натягивать полотно по четырем сторонам, так как у меня оно натянуто только под потолком, одна сторона. Это в принципе достаточно большой минус. Плюс еще хотел бы сказать, если вы задумались о покупке этой вещи, имейте ввиду, что для хорошего, нормального, даже не хорошего, нормального ее использования, вам все-таки нужен будет в принципе достаточно неплохой свет. Это либо софтбокс, либо очень-очень много ярких ламп дневного света, потому что просто при обычном освещении у вас будет очень много различных темных углов, которые достаточно проблематично убирать различными фото- и видеоредакторами. Так, относительно я этим полотном доволен. За свою цену в 10 долларов я добился того результата, который хотел. И на сегодняшний день я могу снимать распаковки в лесу, могу в поле. Следующий товар, о котором хотел бы рассказать, это вот эта вот летающая тарелка. Вещь достаточно говененькая. Я бы даже сказал на 90%. То есть изначально, конечно, задумка в принципе достаточно неплохая. Но опять же, если вы собираетесь показывать фокусы детям до лет 8, наверное, не больше. Здесь есть очень-очень тонюсенькая лесочка, на которой, собственно, и висит вот эта тарелка. Плюс в комплекте идет еще кусок какой-то пожеванной китайской жвачки. Это для того, чтобы закрепить ее где-то, саму леску закрепить где-то подмышкой, ну или у себя на теле. Ну, как на инструкции было нарисовано, по-моему, подмышкой, если честно. Плюс очень-очень много метров лески запасной. И сама вот эта конструкция, которая разваливается буквально через день после того, как вы ее соберете. Печальная история. Комплектный двухсторонний скотч абсолютно ненадежен. Он не держит, он разваливается, тарелка, полное фуфло. Что тут скрывать? В общем, если вы хотите удивить ребенка один-два раза... И он вас считает Суперменом, Гарри Поттером. Следующий товар, о котором хотелось бы рассказать, это вот этот магнит-антимагнит. Имеются ножницы и саморез. Друг к другу они не магнитятся. Саморез вот держу, чтобы вы видели. Никаких фокусов. Поводили ножницами. И саморез приклеивается к ножницам. Потом поводили здесь, сделали антистатику или, ну короче, размагнитили. И все, и ножницы опять не хватает самореза. В принципе, вещичка годная. Я надеюсь. Следующий товар, это вот эти надфили. И берем опять тот же самый саморез, который был в предыдущем видео. Он, кстати, идет каленый и достаточно прочный. Пробуем надфилем его распилить. Звук хороший. Пилит так, достаточно неплохо. Ну, по крайней мере, по звуку. Сейчас посмотрим, как на самом деле. Так, ну, грань не стесалась в надфиле. Могу вам сразу сказать. В принципе, 10-15 секунд испытания он выдерживает. Ну, и на каленом саморезе есть, как бы вам тут показать, вот есть такая насечка, есть пропил. Вы знаете, за свою стоимость это достаточно неплохой товар. И даже имеет место быть в вашем чемоданчике с инструментами, возможно, в гараже или просто дома подточить где-то какой-то угол. Дерево точить не буду. Я думаю, если он справился с каленым саморезом, то с деревяшкой справится однозначно 100%. Как только я узнал об этой новости, то сразу же захотел проверить информацию. Ну, сейчас протестим вот эту звуковую карту. Просто подключаете ее в USB-порт. Она у вас должна загореться каким-либо цветом. Подключаем наушники. И включаем какой-нибудь ролик или звук. Вот это в данный момент идет звук из наушников. Если штекер отключаем, звука не слышно. Хороший товар, рекомендую. С помощью кэшбэк-сервиса еще можно немножко сэкономить. Ссылки в описании. Это был канал посылки из Китая. Меня зовут Саша. Ставим лайки, пишем комментарии. Подписываемся на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok